В этом видео я хочу показать вам очередной фокус. Этот фокус простой, но убойный. Убойный в том плане, что хорошо удивляет зрителей, и никто не догадывается вообще в чем секрет. Ну а секрет в конце видео, конечно же, вы узнаете. Итак, давайте перейдем и посмотрим. Итак, друзья, этот фокус называется «Неожиданное проявление». Для этого фокуса мне потребуется абсолютно обычная колода карт. Никаких приколюзий здесь нет, вы можете все сами посмотреть. Все хорошо, все идеально. Так, немножечко вот так вот подснимем. И я возьму из колоды любую карту, какую захочу. Ну, какую-нибудь простенькую. Ну, давайте, к примеру, вот эту. Итак, я выбрал эту карту. А ты теперь возьми и подели колоду на три стопки. Молодец. Теперь открой верхние карты. А вот теперь смотри. Я не касаюсь колоды вообще никаким образом. Смотри. Колода показала тебе шесть, семь, пять. Возьми вот эту стопку, отлистай шесть карт вниз, и две карты положи на другие стопки. Шесть. Значит, шесть карт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И две сюда. Эта стопка показала тебе семь. Семь карт вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И две сюда. Эта стопка показала тебе пять. Возьми ее, отчитай пять карт вниз, и две положи сюда. Раз, два, три, четыре, пять. И две сюда. Хорошо. Ты знаешь, что колоду я не трогал. Ты делал все сам, своими собственными руками. А теперь давай посмотрим, какую карту я выбрал случайную. Случайная карта это девятка крестик. А теперь открой верхнюю карту и посмотри, что у нас получилось. Девятка, девятка, девятка. Вот такой вот замечательный и несложный фокус. Если он тебе понравился, то прямо сейчас подписывайся на канал и получай в скором времени новые видео. А мы тем временем перейдем к обучению. Итак, друзья, давайте посмотрим этот фокус обучения, точнее, этому фокусу, который называется «Неожиданное появление». Возьмем для начала... Хочу сказать, что это фокус с подготовкой. То есть нам необходимо заранее подготовить кое-как карты, чтобы показать этот фокус. Он, опять же, хорош для вступления, для начала выступления или для начала еще чего-то. В общем, колоду надо чуть-чуть подготовить. Для этого мы возьмем одну пятерку, любую, и четыре одинаковых карты. Ну, давайте, к примеру, вот семерочки возьмем. Итак, далее, как мы готовим? Смотрите. Четыре семерки и три карты. Я беру три семерки, кладу их вот сюда, вот поверх колоды. Далее, я беру три левых карты, кладу их поверх колоды. И пятерку, также кладу поверх колоды. Оставшуюся вот эту семерочку я убираю в середину. Все, колода подготовлена. Выходим к зрителям, говорим, что колода обычная, что вообще все ништяк с ней, ничего не нет, не стриженная, не крапленная. То есть, ну, я думаю, найдете, что сказать, да. Показали, сказали, что у нас все, как у волшебника Сулеймана, все по-честному, без обмана. Далее, говорите, что я выберу абсолютно любую карту из колоды. Сами начинаем пролистывать в поисках той семерки, которую мы убрали в середину. Вот мы ее находим. Останавливаемся на ней и говорим, что я выбираю вот эту карту. То есть, эту семерочку я откладываю. Далее отдаем колоду зрителю. Зритель берет, мы ему говорим, дели на три стопки. То есть, он раскладывает вот так вот. Пятерка у нас вот здесь лежит. Вверх здесь. И говорим, переверни эти три карты. То есть, он переворачивает первую, вторую, третью. И теперь говорим, что на каждое значение карт отсчитай столько-то, такое же количество карт. И по одной карте положи наверх каждой стопки. И значит, у нас как идет. Все цифры по номиналу. Значит, пять карт, пять карт, девять карт. Если выпадает валет, дама, король, значит, это десять очков. Если выпадает туз, это одно очко. Итак, то есть, девять карт. Он берет, отсчитывает девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Две наверх, оставшиеся в эту стопку. Пять карт. Раз, два, три, четыре, пять. Две наверх, оставшиеся в эту стопку. Пять карт. Раз, два, три, четыре, пять. Две наверх, оставшиеся в эту стопку возвращаем. Итак, собственно, у нас все готово. Мы тут же клянемся, божимся, что мы ничего не брали, мы колоду вообще в руках даже не держали. Единственное, что мы сделали, это выбрали всего лишь одну карту из колоды. А теперь попросите его перевернуть верхней карты каждой стопки. Он переворачивает. И здесь у нас одни семерки. Вот такой вот прикольный фокус, друзья мои. Если он вам понравился, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и получайте в скором будущем новые видео обучения фокусам от моряка. Итак, на связи с вами был Куликов Сергей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok